На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! Это программа Ночное такси на YouTube И я, Александр Крумин, как и всегда, приветствую вас в мире музыки шансона по-русски Наш телевизионный канал создан осенью прошлого, 2010 года Специально для того, чтобы вы хорошо могли ориентироваться в той музыке, которая носит это имя Для вас более 240 фильмов и программ нашего производства, которые мы делаем для вас очень и очень давно Но студия Ночное такси была основана в Санкт-Петербурге осенью 1985 года Естественно, в сегодняшней программе для вас те же самые рубрики, что и каждую неделю Рубрика Близкое ретро В этой категории те записи, которые сделаны более десятилетия назад Рубрика Интервью, которая у нас называется Лицом к лицу И альбомный блок, в котором мы показываем вам полноценное альбомное видео Так что приглашаю вас вновь в мир этой интересной русской музыки Близкое ретро В программе Александра Фрумина Ночное такси В рубрике Близкое ретро сегодня я показываю вам фрагменты очень интересной телевизионной программы Эта запись была сделана по трансляции в мае 1999 года Из петербургского концертного зала Гигант Холл Именно тогда телевизионная компания ТВ Нева, созданная талантливыми петербургскими журналистами Максимовыми, Тамарой и Владимиром Впервые пригласила нашу студию для производства музыкального ринга Который носил название Шансон по-русски Надо сказать особо, что программа Музыкальный ринг была очень популярна в те годы Первый всплеск популярности этой программы произошел в конце 80-х годов Тогда Максимовы стали показывать ее из Санкт-Петербурга на Пятом Петербургском канале на всю Россию Затем на некоторое время производство было прекращено И в конце 90-х годов Максимовы вернулись к производству этой программы Но стала она называться Музыкальный ринг Новое поколение Что касается нашей встречи, то она произошла следующим образом Максимовы, было это в самом начале 1099 года, очень захотели сделать музыкальный ринг между радиостанциями Тогда студия Ночной такси занималась вещанием радиостанции Шансон в Санкт-Петербурге И мы получили предложение от Максимовых поучаствовать со своими артистами в этом телевизионном представлении Я дал на это согласие, мы были готовы, против нас должны были выступать радиостанция Европа Плюс И, если я правильно помню сейчас, по-моему, радио Ностальджи Но так или иначе договориться с остальными радиостанциями не удалось Максиму вели переговоры несколько месяцев, потом пришли ко мне и сказали Александр, к сожалению, вы остались в гордом одиночестве Я согласился представить артистов Шансона И в мае 1199 года музыкальный ринг впервые показал на российском государственном телевидении Эту очень и очень интересную и любимую людьми музыку До того момента никто из артистов, которых показал я, не был никогда приглашен на канал российского государственного, подчеркиваю, телевидения В этом большом интересном мероприятии принял участие талантливый Слава Медяник, Николай Рязанов и братья Жемчужные Катя Огонек, Татьяна Кабанова, Сергей Трофимов и Геннадий Жаров Именно фрагменты этой большой, почти полуторачасовой программы, которая происходила в прямом эфире Я и показываю вам сегодня в рубрике «Близкое ретро» Как на Деревасовской углу Ришельевской, в восемь часов вечера развязалась весть А как у нашей бабушки, бабушки-старушки, шестеро налетчиков отобрали честь Ост-ст-ст-дервертос, бабушка здорова Ост-ст-ст-дервертос, гушает компот Ост-ст-ст-дервертос и мечтает снова Ост-ст-ст-дервертос, пережить налет Бабушка вздыхает, бабушка страдает Потеряла бабка и покой и сон Двери все открыты, но не идут бандиты Путь придут не шестеро, хотя бы один пришел Ост-ст-ст-дервертос, бабушка здорова Ост-ст-ст-дервертос, гушает компот Ост-ст-ст-дервертос и мечтает снова Ост-ст-ст-дервертос, пережить налет Не выходит бабка из дому на улицу Принимает бабка на ночь порошок Под вечером вытаскивает жареную курицу Пусть придут не шестеро, хотя бы один пришел Ост-ст-ст-дервертос, бабушка здорова Ост-ст-ст-дервертос, гушает компот Ост-ст-ст-дервертос, и мечтает снова Ост-ст-ст-дервертос, пережить налет Опа! Ост-ст-ст-дервертос, и мечтает снова 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 Ост-ст-ст-двертос, и мечтает снова Ост-ст-ст-двертос, и мечтает снова Ост-ст-ст-двертос, и мечтает снова Ост-ст-двертос, и мечтает снова Ост-ст-двертос, и Ребята, главное спокойствие А как заметят, так мы воздухом здесь дышим Сказал с кошелками соседский Петька А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи А ты с кошелками не лезь поперед, сель Поспели вишни, в саду у дяди валит А место вишек теперь веселый смех А ну-ка, Петька, нагни скорее вверху А он всю вишню в рубаху сыпал Эх, видно, Петька перегнул-то слишком весу И вместо с вишнями посадок выпал А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи А ты с кошелками не лезь поперед, сель Поспели вишни, в саду у дяди валит А место вишек теперь веселый смех Пусть дядя Ваня купает тетю грудью В колмозной бане, в грязь янской бане Мы скажем все спасибо тетю грудью А дядя Ваня и дядя Ваня А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи А ты с кошелками не лезь поперед, сель Поспели вишни, в саду у дяди валит А место вишек теперь веселый смех А место вишня вишни, в леки и вверх Все веселые смех Прокурлычат журавли, Стоном ткнув под ребрышка На пороге старики. Ряжены стоят, Вот опять дожди пошли. Запотела стеклышко, Отпусти, Господь, грехи. Уезжаю я С плеч осиновый листок, Раскурюсь макворкою Бестолковую слезу. Смою дождевой, Эх, давай на пассажок, Наливай-ка горькую, И когда еще теперь Я вернусь домой. Кабакан, Кабакский дым, Птицам ввысь раздольную, Благодати всем святым, А закрытым больную. Пацанам красивых слов Палшим небо царского, Девочкам подать любовь, А друзьям шампанского. Давит осень на вески, Сон был в руку, Понял я. Открывайте ворота, Разбирайте стол, Паровозные гудки. В рамке фотография Я бы спел до песни так Ладно, все, пошел Кабакам, Кабацкий дым Птицам высрать вдольную Благодать не всем святым А закрытым вольную Пацанам красивых снов Палшим небо царского Девочкам подать любовь А друзьям шампанского Кабакам, Кабацкий дым Птицам высрать вдольную Благодать не всем святым А закрытым вольную Пацанам красивых снов Палшим небо царского Девочкам подать любовь А друзьям шампанского Девочкам подать любовь А друзьям шампанского В ночном такси рубрика «Лицом к лицу» В рубрике «Лицом к лицу» Сегодня я показываю вам фрагменты интервью, которые дал нам в Париже в самом начале 2008 года автор и исполнитель Вадим Пьянков Вадим Пьянков родился в Москве, закончил в ГИК и переехал в самом конце 80-х годов сначала в Бельгию, а потом во Францию Он записал там несколько альбомов Один из альбомов Вадима Пьянкова был записан при участии замечательного болгарского музыканта Замечательного продюсера Константина Казанского Именно того человека, который делал парижские записи Высоцкого в середине 70-х годов Именно Константин Казанский подарил нам этот диско и познакомил нас с Вадимом Пьянковым Я с большим удовольствием записал интервью Вадима Пьянкова Для того, чтобы показать фрагменты в нашем документальном фильме, который носит название «Шансон по-русски во Франции. История» Вот именно фрагмент этого интервью сегодня в рубрике «Лицом к лицу» я предлагаю вашему вниманию Благодарность жизни осени и южным небесам В городке дремотном С нежностью, печалью и тоской Пьет на колокольне колокол разбитый и глухой Я не композитор, я автор песен Стихи? Одно дело, нет песен, я придумываю мелодию, делаю какую-то Но сказать, что я пишу музыку Но по музыкальной науке это называется искусство композиции Поэтому я вежливо говорю, что вы композитор, а дальше же говорится, как народ решит Скажите мне по поводу стихов Вы сами сочиняете стихи? Да, по-русски и по-французски По-русски и по-французски? Да, кстати говоря, диск, который у вас есть, там есть и мои сочинения на французском Потом я перевожу на французский тоже много Вот на этом альбоме, который у вас есть незнакомка Там есть, например, стихотворение Гетта Которое я положил на музыку и перевел на французский сам А с чем связано, что в этом альбоме есть несколько песен, посвященных различным русским городам Но совсем не Москве С чем связано такое географическое положение, когда о крупных русских городах Сделано, ну, естественно, на русском языке с вашей музыкальной композиции? Ну, наверное, бессознательно Участь Одиссея, она одновременно и сложна, но в то же время это открытие мира Открытие других городов, других людей, других атмосфер, другого воздуха, других запахов, других настроений, менталитетов И это помогает, как бы, жить полной жизнью, широко И это правда, что песня о разных городах, это, как бы, это подсознательно, это не специально Такой задачи не было Дай-ка я спою обо всех городах, в которых бывал, в которых даже не бывал Но я это сам заметил, вопрос меня не удивил Вот есть и московский вальс, и киевский вальс, и Брюссель Байнайт Это моя вещь в французском, она у вас там есть И о Санкт-Петербурге очень немало тоже есть вещей Там, в Санкт-Петербургские ночи, Франсис Лей написал песню Вот, и я сделал русскую часть текста, а французскую часть текста сделал здешний автор, господин Бонар Вот, вот такие вот Очень интересно Ваше знакомство с Константином Казанским, как оно состоялось? Случайно, случайно Шел по Монмартру, увидел одного известного журналиста французского Вот, а я тогда только что, даже еще не переехал в Париж, а только просто приезжал Из Брюсселя? Да, из Брюсселя периодически И я к нему просто среди красного лета, было жарко, помню еще Подошел к нему Рюлепик И говорю, ой, Жан-Рюи Фульки И вот меня зовут так-то, так-то, все выпалил Потому что он занимается именно песней Он известный, очень журналист, авторитетный Делал много передач на телевидении Организовал музыкальные фестивали, песенные Один из самых известных его фестивалей Это Франкофоли А он его оказался... Он говорит, а вы Казанского знаете? Я говорю, а как же мне его не знать-то? Это тот, который работал, да, с Высоцким Он говорит, ну вот тогда от меня подойдите к нему А я говорю, а где его найти? А он говорит, а он, видите, ресторанчик, вот бар? В Калибре? Нет, не Калибре Мы встречались в Калибре А, а это происходило в Помпонет Вот, Помпонет Прямо, мы стояли прямо напротив Он говорит, вот, это просто стечение обстоятельств Он там бывает периодически, оставьте ему записку Передайте, что вы от меня Вот, ваши записи И если вдруг он, как бы, того пожелает То тогда мы с ним и договоритесь Ну, так у нас произошла встреча Ну, надеюсь, что Вы не остались разочарованы Мой альбом сделан очень аккуратно Очень под Вас И вообще, в принципе, он производит очень приятное впечатление Такой, как бы, мне показалось Даже, вот, есть такой, как бы, подраздел авторской музыки Вот, актерская песня Мне почему-то сразу, хоть я не знал вашей биографии Не знал, что Вы учились в театральном, да, даже в кино Мне показалось, что это ярко выраженная актерская песня Но в то же самое время мне показалось Что это большое уважение и к французской культуре И поэтому то, что происходит Это вполне может именоваться шансоном двух культур Потому что настоящая российская, городская, смысловая музыка Конечно, вот Франция неотделима Потому что, собственно, шансон, слово французское Это пришло в Россию именно отсюда Конечно И мне показалось, что Вы такой очень современный продолжатель Вот этой вечной совершенной темы Да, да, то есть я традиции не ломаю Я просто пытаюсь Не просто продолжать, может быть, развивать это, может быть, будет претенциозно говорить Но эволюционировать вместе со временем И работать именно в этом направлении Время недвижимо Время недвижимо Как и облака над городком Вот и очутился В прошлом Позабытом, но родном Я смотрю немея С нежностью, печалью и тоской Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси» В альбомном блоке сегодня продолжаю показывать Вам фрагменты Самого нового видеоальбома, который был к сегодняшнему дню записан в студии «Ночное такси» Это 16-й ежегодный фестиваль памяти Аркадия Северного в Санкт-Петербурге И я с большим удовольствием показываю Вам фрагменты второй части Фестиваль образца 2011 года собрал беспрецедентно большое число участников 38 музыкантов приехали к нам с разных сторон света Были музыканты из Германии, Украины, Белоруссии, с Урала, Дальнего Востока Я уже не говорю, конечно, про Питер и Москву Концерт шел почти 6 часов И на выходе получились три полноценные части большого, качественного, снятого в высоком разрешении В разрешении Full HD фильма Я показывал в предыдущем эфире «Ночного такси» фрагменты первой части этого видеоальбома Сегодня показываю вторую часть Также хочу сказать о том, что осенью, мы планируем это сделать в октябре Этот большой из трех частей, состоящий в сериал памяти Аркадия Северного образца 2011 года Увидит свет и на дисках DVD в Москве Вот пришла к нам весна, девочка-проказница Загулял, зачудил, в голове дурман И не спится по ночам девочкам да мальчикам Ведь весну для любви подарили нам Покупают цветы на базаре весело И гудит, и шумит праздничный народ Кто куда и о чём Мне всё это незачем В голове только ты Да сплошной туман Весна дурманит Меня и манит И ничего с собой поделать не могу Амур стрелою Меня стреляет Пропито сердце Я уже к тебе спешу Амур стрелою В меня стреляет Пропито сердце Я уже к тебе спешу Закружил месяц март Пока пели звонкие Рыжий кот под окном Места не найдёт И мурлычет, и поёт Сиренаты громкие А подружка его Что-то не идёт И девчонки в мечтах Ищут приключения Глазки так и блестят В поисках любви И в романтике все Лирика весенняя И на небе горят Звёзды фонари Весна дурманит Меня и манит И ничего с собой поделать не могу Амур стрелою Меня стреляет Пропито сердце Я уже к тебе спешу Амур стрелою Меня стреляет Пропито сердце Я уже к тебе спешу Руки Все Говорят, любовь как вино И с годами Может угаснуть Это всё Никчёмный разговор Говорят Об этом напрасно Ведь любовь Как крепкое вино И с годами Станет всё крепче А как жить Пока Не всё равно Будем ждать Мы опять С новой встречи Спасибо Любимая Я знаю Ждёшь меня И часто Нелегко Мы очень Далеко Но знаю Для меня Средь ночи Или дня Пусть радость И беда Открыт Твой дом Всегда Мне не сесть В свободное Такси И пешком До тебя Не добраться Позвони О жизни Расспроси Раз не сможем Опять Повидаться Ведь любовь Как крепкое вино И с годами Станет всё крепче И пусть вместе Быть Не суждено Будем ждать Мы опять Новой встречи Проси Любимая Я знаю Ждёшь Меня И часто Нелегко Мы очень Далеко Но знаю Для меня Средь ночи Или дня Пусть радость И беда Открыт Твой дом Всегда Музыка Проси, любимая, я знаю, ждёшь меня И часто нелегко, мы очень далеко Но знаю для меня, средь ночи или дня Пусть радость и беда открыт твой дом всегда Ну вот и всё на сегодня, дорогие друзья Напомню, это был очередной выпуск программы «Ночной такси» на YouTube Я, Александр Фрумин, каждую неделю в течение получаса Знакомлю вас с музыкой шансона по-русски С той музыкой, которая представлена на нашем большом полноформатном телевизионном канале Который вы можете видеть на этом видеохостинге Я с большим удовольствием рассказываю вам о музыке шансона по-русски В нашем распоряжении большая видеотека На сегодняшний день более 240 профессиональных фильмов и программ с музыкой шансона по-русски Доступны для вас в постоянной трансляции на YouTube Если вы хотите обратной связи с нашей редакцией, вы смело можете обратиться на веб-сайт студии «Ночной такси» в сети интернет По адресу shansonspb.ru В гостевой книге оставляйте свои заявки Всё, что в наших силах, мы обязательно покажем в эфире еженедельной программы «Ночное такси» Это был Александр Фрумин, я ещё раз благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующей недели На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий Субтитры создавал DimaTorzok